Приветствую друзья, на связи Андрей Жариков и в данном видео мы поговорим о запуске долгожданной биржи или обменника, на котором инвесторы ванкоина смогут менять свои ванкоины на другие монеты или на фиатные валюты. Как вы знаете, разговоры о запуске биржи или обменника гуляют уже давно. В частности, в 2019 году по чатам ходила информация, что якобы новая биржа стартует уже в августе 2019 года. И даже появлялась вот такая таблица, в которой можно было посмотреть комиссии, какие комиссии будут использоваться на данной бирже. Но с тех времен прошло уже полгода, на дворе уже середина марта 2020 года, а как говорится, ввоз и ныне там. То есть пока на данный момент долгожданная биржа или обменник так и не была запущена. В прошлом месяце, то есть в феврале, один из партнеров ванкоина мне заявил, что к марту должна стартовать новая площадка делшейкер. На что я ему ответил, что вообще-то про новый делшейкер я слышал еще в интервью с Игорем Непомнящим аж в 2018 году. И что-то с тех пор мало что изменилось. Прошло полтора года со времен интервью, но никакого делшейкера не наблюдается. Февраль закончился, уже середина марта. Насколько я понимаю, новый делшейкер так и не стартовал. И, конечно, многие партнеры и лидеры, наблюдая за ситуацией в компании, за тем, что на протяжении последних лет давалось очень много обещаний, озвучивались различные грандиозные планы, но месяц проходит за месяцем, год за годом, а эти обещания и планы так и не воплощаются в жизнь. И, понятное дело, что лидеры и партнеры испытывают разочарование. И даже те, кто прямо твердо верил в компанию, был уверен в светлом будущем компании, даже они уже сейчас открыто заявляют, что они пока приостанавливают продвигать Ванкоин, потому что им непонятно, что происходит в компании. Особенно если учитывать, что местонахождение Ружа Игнатовой на данный момент так и неизвестно уже с 2017 года. И Ванкоин реально напоминает корабль без капитана. То есть капитана нет, что в компании происходит непонятно. В своих видео на тему Ванкоин я часто говорил о том, что мне интересно, как поведет себя курс Ванкоина, если долгожданный официальный обменник или биржа все-таки будет запущен. Потому что мы с вами понимаем, что в Ванкоине участвует большое количество людей. Вроде бы как по официальной статистике более трех миллионов человек. То есть это люди, у которых есть образовательные так называемые пакеты Ванкоин. То есть у них есть монеты. Да, из этого количества, может быть, есть люди, кто и не хочет свои Ванкоины продавать. Но достаточно большое количество людей хотят продать свои монеты. И если компания все-таки запустит официальный обменник, на котором можно будет свободно конвертировать свои Ванкоины на какие-то другие монеты или на фиатные деньги, то вот и как раз интересно, а что произойдет с курсом в этот момент. Потому что если количество желающих продать монеты будет, например, в сто раз больше, чем количество желающих купить, то есть надо предполагать, что на курс это повлияет не самым лучшим образом. Курс просто-напросто обвалится. Итак, официальный обменник от самой компании пока не запущен. Но в то же время существуют неофициальные обмени, которые создали сами партнеры. Если вы зайдете на сайт onecoinsign.com, вы можете перейти в раздел «Обмен». И, собственно, давайте посмотрим, какой курс обмена представлен на данном обменнике. Итак, здесь мы читаем «OneCoin OneLife обмен. Безлимитная покупка и продажа OneCoin по себестоимости». Итак, внимание! Не используйте на этом сайте логин и пароль от бэк-офиса OneLife. Итак, давайте смотреть, по какой цене, например, можно приобрести на этом сайте OneCoin. Например, если количество монет до 100 монет, это по 30 центов. Если 1000 монет, это 10 центов. Если 5000 монет, это 15 центов. 10 000 монет, 10 центов. 30 000 – 0,08, то есть 8 центов. 50 000 монет, 6 центов. 100 000 монет, 5 центов. И, наконец, миллион монет, 3 цента. Вот и сравните это с так называемым официальным курсом 29.95 за штуку. Зачем платить по 29.95 за штуку, если можно здесь приобрести, например, ванкоины по 10 центов, по 6 центов, даже по 3 цента. Но многие не собираются покупать монеты ванкоин, потому что у них своих полно, они хотят продать. Давайте посмотрим, по какому курсу на данном сайте реально продать свои монеты. Прокручиваем вниз, переходим в раздел покупка и смотрим, если количество монет от 5 тысяч до 500 тысяч монет и выше, перевод монет через делшейкер или аккаунт, то за каждую монету вам будут готовы заплатить 1,3 цента за ванкоин. Не 29.95, и даже не 20, и даже не 10, и даже не 1 евро. 1,3 цента, ребята. Это то, о чем я уже говорил, когда количество желающих продать ванкоины в десятки, а может быть в сотни, а может быть и в тысячи раз превышает количество желающих купить. Вот что происходит с курсом. А вы еще потом удивляетесь, почему на площадке делшейкер вы не можете нормальные товары купить. Да потому что любой человек может зайти, например, вот сюда, купить ванкоины за копейки, а потом продавец должен вам хорошие товары по полной стоимости, что ли, уступать. Дураков нет, поэтому на многих объявлениях на площадке делшейкер есть оговорка, что типа сделка состоится только после запуска официального обменника. Хорошо, давайте посмотрим, если монет от 5 тысяч до 500 тысяч монет и выше с неверифицированным аккаунтом, это обойдется немножко, ну чуть побольше, 1,4 цента за ванкоин. От 5 тысяч до 500 тысяч монет и выше с аккаунтом и мерчантом на делшейкер это уже полтора цента. Ну согласитесь, разница не сильно большая, 1,3 цента, 1,5 цента. От одной монеты ван и выше мерчант плюс сделки делшейкер 3 цента за ванкоин. И от миллиона монет и выше, через делшейкер или аккаунт, пол цента за ванкоин. Пол цента, ребята, если сумма от миллиона монет, даже одного цента вам не готовы заплатить. Пол цента, красная цена. Вот вам и рыночная стоимость. То есть заметьте, этот обменник, который вы сейчас видите, да, он неофициальный, его создали сами партнеры. Но курс, который вы на нем видите, он актуальный на данный момент. Это реальный курс, по которому кто-то готов покупать и продавать монеты. И вот вопрос. Даже если предположить, что официальный обменник от самой компании запустится в ближайшее время, ну допустим завтра, вы думаете, что курс на официальном обменнике будет как-то сильно отличаться? Ведь что на этом обменнике, что на официальном будут продавать монеты те же самые партнеры, те же самые люди? Текущий курс формируется балансом спроса и предложения. Точно так же, как, например, курс биткоина на разных биржах, да, он может немножко отличаться в ту или иную сторону, но не в разы и не в десятки раз, да, а немножко на какие-то проценты, да. Вы, конечно, можете сказать, ну может быть компания придумает там какое-нибудь ограничение, типа, что нельзя будет продавать там дешевле официального курса. Ну да, технические компании могут сделать какой-то запрет, что ты при всем желании не сможешь продать дешевле официального курса. Ну тогда теряется смысл. Потому что представь себе, ты заходишь, человек, который хочет купить ванкоины, ему предлагаются тысячи, десятки тысяч заявок, и все эти заявки одинаковые, везде один и тот же курс. Какую заявку он должен выбрать? По какому принципу? На нормальной бирже, кто предложит более выгодную цену, ту заявку и возьмут, не так ли, да? Баланс спроса и предложения. А если жестко ограничить именно, что курс не может быть дешевле официального, теряется смысл этой торговли, да? Кто будет покупать? Пожалуйста, вы можете высказать ваше мнение в комментариях об официальном обменнике ванкоина и о том, как вы себе представляете, будет формироваться курс на этом обменнике. И как по вашему компании сделают так, чтобы курс ванкоина не обвалился до уровня одного цента. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго! Глобал Стар Клаб Возможности безграничны